На расселение аварийного жилья в этом году потратили 181 миллион рублей. Новые квартиры людям выдали в 23 муниципальных образованиях. Но с программой справиться удалось всего на 70%. Максимально планировали и каждый год пытаемся реализовать программу в 100% объеме. И с учетом экономии уже перераспределять средства. Последнее перераспределение у нас было в сентябре. И сегодня, которые остатки есть, аукцион не состоялся, мы понимаем, что уже сегодня в декабре ничего не сделаешь и придется просто эти деньги возвращать. Расселить аварийный дом задача непростая требование. К новым квартирам для жильцов строгие. Выделить жилплощадь им должны в новостройках, которые не старше 5 лет. А такие многоэтажки есть не в каждом городе региона. В Собинке из этой ситуации вышли с помощью поэтапного финансирования. Новый многоквартирный дом для собственников аварийного жилья построили в две ступени. Подъезд за подъездом. Дом введен в эксплуатацию. Оставшиеся две секции и два подъезда 11 декабря 2018 года. Планируем, что к концу следующей недели мы получим квартиру уже... Ну, будем оформлять собственность квартиры. При строительстве дома особых проблем у нас не было выявлено, так скажем. Застройщиками постоянно находились в контакте. В следующем году в области стартует новая региональная программа. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда. Схемы ее работы пока уточняются. Но уже известно, что одним из нововведений станет отсутствие в программе домов блокированной застройки. То есть малоэтажных домов, в которых у каждой квартиры свой выход на улицу. Раселение таких зданий ляжет на плечи муниципалитетов. Средства заместитель губернатора Александр Байер попросил заложить заранее. Именно в первых лицах органов местного самоуправления прошу участия в постановке самого процесса, соответственно, вот этого самого федерального проекта. То есть это важно. Других денег не будет. И очень важно это пока от себя не отпускать. Когда организуете эту работу, тогда уже профильный зам будет взаимодействовать с департаментом ЖКХ. Еще одна тема, которой необходимо проработать – расселение погорельцев. Войдут ли в эту программу жители домов, уничтоженных огнем, будут уточнять в Минстрое. Валерия Саенко, Константин Миронов, Артем Горчаков. Шестой канал.